Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Главная» и я, ее ведущий, доктор права Сергей Мишин. Сегодня я хочу рассмотреть очень щепетильную тему, которая очень часто обсуждается у нас в Республике Молдова. И мало кто знает, что это такое и для чего она существует. Это проблема медиации. И я хочу представить моих гостей, которые находятся сегодня у меня в студии. Это у нас Виктор Кожухарь, медиатор. Добрый вечер вам. Добрый вечер. И адвокат, магистр права Виталий Посталатки. Добрый вечер. Ну что, начнем нашу программу и хочу я поговорить с вами вот о чем. Ну, во-первых, мы объясним немножко телезрителям, что такое медиация. Это разрешение конфликтов с участием двух сторон при привлечении третьей стороны. То есть мы привлекаем медиатора. Две стороны поссорились по каким-либо вопросам. Привлекаем медиатора для того, чтобы он разобрался в этом вопросе и решил, как положено. У нас этот закон, насколько я знаю, действует в Республике Молдова с 1 января 2008 года. То есть он официально вступил в действие. И вот институт медиаторства появился, действует на сегодняшний момент. Вот у меня вопрос к вам, Виктор. Насколько он эффективно действует сегодня? И вот как медиаторы работают и качественно исполняют свои обязанности? Ну, первоначально закон, который был в 2007 году и вошел в действие в 2008 году, был заменен новым законом в 2015 году. И на данный момент, будем говорить, институт медиаторства немножечко очень хромает. То есть, если взять в общем, то количество медиаций, которые проводятся в Молдове, очень мало количества. И нельзя пока говорить о том, что вот институт медиаторства разгрузил судебную инстанцию. То есть все пока идет очень тихо, медленно. На данный момент зарегистрировано 79 бюро медиации конфликтов, из которых 50 где-то бюро находятся в открытом состоянии. Некоторые уже приостановили свою деятельность. И сам закон очень хороший. Но не распространено в среде населения что-то такое, как действовать, как найти медиатора. То есть вы хотите сказать, что благодаря этому закону, да, и благодаря тому, что вот медиаторство существует сегодня в Республике Молдова, это именно тот инструмент и тот метод для того, чтобы разгрузить суды и разгрузить нашу судебную систему. То есть, чтобы суды работали меньше. Ну да. Главная задача медиаторства – это как раз вот и разгрузить всю судебную систему. В многих странах развитых, где медиаторство идет уже много, будем говорить, десятки лет, количество делов и исков, которые не дошли до судов, являются достаточными. У нас, во-первых, не имеем мы статистику и не знаем, как и сколько это. Хорошо. У меня тогда вопрос к вам, да, Виталий. Вот наш коллега говорит о том, что медиаторство признано разгрузить судебную систему, да. Вы, как адвокат, прекрасно знаете, и участник судебной системы всей, что в законе о медиаторстве и о медиации сказано, что адвокаты тоже имеют право осуществлять медиацию. Не во всех случаях, конечно, кроме уголовных дел, но в принципе это возможно. Необходим ли этот институт медиаторства на сегодняшний момент, когда уже создан институт адвокатства, в который люди обращаются, в который люди приходят сегодня? В принципе, я вспоминаю те времена 2008 года, когда я был членом первого совета по медиации при Министерстве юстиции. В те времена этот закон был принят, в принципе, под давлением европейских структур для разгрузки судов от очень многоколичных дел, которые рассматривались в Республике Молдова. Закон хороший, в принципе, как содержание, но я тоже согласен с моим коллегам, что этот мертвый институт, и он не работает. А не работает у нас в Молдове, поскольку есть очень много всяких причин. Во-первых, люди не знают об этом законе и об этом институте, не знают вообще, что это медиация. Не зная, они не обращаются. Во-вторых, государство не сильно рекламирует этот институт. В-третьих, я думаю, что люди не привыкли, в принципе, обратиться к медиаторам. Они решают свои конфликты всегда или встречаются противоположные стороны. Естественно, ответчик сами договариваются или обращаются к юристам или к адвокатам. Они делают, в принципе, ту же медиацию. Это как мировое соглашение. То есть, сторона между ними договаривается о возможности решать юридический спор, не доходя до суда. Хорошо, я с вами согласен. Вот вы говорите, медиация приводит к тому, что заключает мировое соглашение. Но по практике судебной и по практике юридической у нас стоит вопрос о том, что любое мировое соглашение должно быть утвердено в суде. То есть, без этого не действует мировое соглашение. Соответственно, если нарушения этого мирового соглашения нет, вернее, имеет место быть, то наступают последствия. Как же в данном случае? Медиатор заключает мировое соглашение, приводит в сторону к мировому соглашению. Это получается заключение договора между двумя сторонами, но оно не заверено судебной инстанцией. Как тогда и работает эта система? Как она может существовать? В принципе, в законе написано, что если стороны заключили мировое соглашение путем медиации, оно является обязательным для исполнения в течение, если я помню, 20 дней. В случае, если одна из сторон не исполняет это, то есть заинтересованная сторона имеет право обратиться в суд с заявлением об удобрении этого соглашения. И она уже имеет юридического, судебного значения, и она обязательна для сторон. И в этом случае, я думаю, что дается исполнительный лист, который путем принудительного натервления исполнителя исполняется. Понятно. Тогда у меня вопрос к вам, да, Виктор? Вот мы говорим о том, чтобы если не исполняется в течение 20 дней мировое соглашение, которое заключено между сторонами при помощи медиаторства, сторона должна обратиться в судебную инстанцию для того, чтобы это подтвердить. То есть, насколько я понимаю, если есть договор, заключенный медиатором, да, у медиатора, мировое соглашение, соответственно, сторона, если не выполнена их, обязательно не имеет права напрямую обращаться к исполнителю судебному. То есть, он только должен пройти через суд. Да. Во-первых, какая разница заключения мирового соглашения, когда заключается при адвокате и при медиаторе? Это разница существенная. Значит, при адвокате, если заключено мировое соглашение, при подаче ее даже утверждения в суде, там надо платить госпошлину. При медиации, если заключено мировое соглашение, то она в ускоренном режиме, при подаче в суде до 15 дней рассматривается судом, и при том не платится судебная госпошлина. То есть, это очень, как бы является большим плюсом от медиации по сравнению с обыкновенным заключением мирового соглашения. Поэтому сторона та, которая не исполнила, закон, да, предоставляет 20 дней, если не указан иной срок в мировом соглашении. То есть, в мировом соглашении могут быть указаны и другие сроки, не обязательно 20 дней. То, после истечения этого срока, любая из сторон, которая подает на утверждение мировое соглашение, и судья без уплаты пошлины в течение 15 дней должен уже созвать стороны и утвердить данное соглашение. Хорошо. Вы говорите, что вот они должны утвердить данное мировое соглашение. Допустим, одна из сторон не согласна с какими-то пунктами этого мирового соглашения, что-то произошло за эти 20 дней. То есть, насколько я понимаю, они могут подать исковое заявление, либо встречный иск по данному мировому соглашению, и тогда процесс начинается заново. В принципе, медиатор, это не означает, что мировое соглашение, заключенное при медиаторе, это окончательное решение всех проблем и все остальное. Это один из путей, при котором добровольно. В принципе, в медиаторство приходят те стороны, которые желают решить этот конфликт, будем говорить, мирным путем, без дополнительных плат и долго по времени. Пришли, как правило, медиаторство должно длиться не более трех месяцев, если, конечно, контрактом не установлен другой срок. И после окончания этого срока, если не пришли к консенсусу, то она закрывается. Но если пришли к консенсусу, заключили мировое соглашение, в котором прописываются все основные требования друг к другу, к которым они пришли к консенсусу. Понятно, что даже стороны, заключая мировое соглашение, может быть, частично некоторые вопросы у них останутся вне поля этого соглашения. Ну, как и даже когда заключается с адвокатом. То есть при любом раскладе, может быть, какие-то моменты не закрыты этим мировым соглашением. Но если основная часть их, которые были требования с одной стороны и с другой, пришли к консенсусу, остались какие-то мелкие, которые они, будем говорить, упускают их для рассмотрения другим вариантом. Будем говорить, даже остался какой-то один сегмент, который никак не придет. Они могут его решить в судебном порядке. А этот, основные, которые прошли по медиации, утвердить как уже решенный вопрос. Хорошо. Вот вы говорите, что стороны должны прийти к обоюдному согласию. И они должны, обе стороны, прийти к медиатору для того, чтобы решить определенную конфликтную ситуацию и, соответственно, решить вопрос положительно. Возможно ли такое, чтобы одна из сторон обратилась, а не обе стороны сразу? И если вторая сторона отказывается являться для медиации, что происходит в этом случае? Закон и гласит, что к медиатору может обратиться или одна сторона, или обе стороны. Значит, когда обращаются обе стороны, это понятно, что обе стороны согласны, и заключается контракт на медиацию. И с момента заключения контракта начинается процесс медиации. Процесс медиации, он неформальный, стороны сами определяют, когда встречаться, сколько, как. Медиатор может встречаться с каждой стороной в отдельности, в перерывах между встречами совместными. То есть, не является как в суде, где это обязательные процедуры, где должен быть строго открытая. Во-первых, все медиации являются конфиденциальными. То есть, один из положительных моментов по отношению к классическому судебному решению, это является конфиденциальность. То есть, все материалы, все, что говорилось в процессе медиации, все документы увиденные, все, что произошло там, ни одна из сторон не имеет права потом разглашать. Даже и в судебной инстанции, без разрешения другой стороны. То есть, и после медиации никто не имеет права даже допрашивать орган уголовного преследования, в случае по каким-то, не имеет права допрашивать. Или присутствовать в качестве свидетеля, медиатора на суде только по определенным категориям преступлений, которые необходимо в соответствии с законом предоставлять. Ну, в ходе медиации узнается о каком-то, допустим, убийстве или о каком-нибудь там... Или вопросы, связанные с правами ребенка. То есть, все, что связано с правами ребенка, то есть, вопрос о конфиденциальности уже не является обязательным. А все остальное, даже в суде придя и вызвав того же медиатора или кого-то... Во-первых, медиатор не имеет права давать никаких показаний без письменного согласия обоих сторон. И высказывать или рассказывать о каких-то мероприятиях, или что говорилось во время медиации. Если пришла только одна сторона, то медиатор принимается заявление, и в соответствии с законом, медиатор после принятия заявления обязан оповестить вторую сторону. И с момента оповещения второй стороны есть 15 дней, в течение которых, ну, как правило, медиатор пытается встретиться со второй стороной. Помимо письменного оповещения. То есть, я, как правило, позвонил по телефону, определились, если есть майл, посылаю те же информационные материалы, письмо, которое информационное о том, что обратилась такая-то сторона по такому-то вопросу. Вот, нужна ваше согласие для того, чтобы провести медиацию. И дается информация о процедуре медиации, что-то такое. Ну, информационная такая информация для того, чтобы он понял, о чем идет речь, и согласие у нас с речью. Я понял вас. Хорошо. У меня, Виталий, вопрос к вам. Вот говорят, что медиация должна идти 3 месяца, если контрактом не предусмотрены, но, опять-таки, есть вызов стороны. Немножко это похоже на судебные, скажем так, первоначальные претензии. В определенный срок мы высылаем. После получения вы в течение 10-15 дней должны ответить на эту претензию. Если вы не ответите положительно, мы, соответственно, обращаемся в суд. Нет, я говорю сейчас именно касаемо судебной. То есть, если начинает работать адвокат, и страна обратилась к адвокату. Не кажется ли вам, что именно такой путь медиаторства может затянуть вот эти вопросы, и именно пойти на то, чтобы люди еще дольше отодвинуть его от судебного разбирательства? Ведь в любом случае, если не исполнены какие-то обязательства при медиации, человеку нужно идти в суд. Во-первых, я хочу сказать, что не согласен с моим коллегой, который утверждает, что выгоднее заключить эту медиацию у медиаторов, чем у адвокатов. Почему не согласен? Поскольку и у медиаторов тоже есть гонорар за эти услуги. Во-первых, эти услуги не бесплатны. Ни у адвоката, ни у медиаторов. Во-вторых, если обе стороны хотят договариваться, им, в принципе, неинтересно, невыгодно платить кому-то из медиаторов, чтобы они шли к какому-то консенсу, если они сами могут составлять сами или с помощью юриста определенные мировые соглашения, в которых они указывают свои права и обязанности друг к другу. В-третьих, даже в гражданском праве есть такое понятие, как контракт детранзации. То есть, контракт передачи права. Контракт детранзации – это как то же самое, в принципе, по юридическим последствиям, как то же мировое соглашение, которое, в принципе, подписывается у медиаторов. Может быть, только процедура подтверждения, она быстрее у медиаторов, чем по гражданскому праву, но это сильно несущественный момент. Кроме этого, даже не доходя до суда, мы, адвокаты, если отправляем им претензию или призываем обе стороны, приглашаем их в офисе для того, чтобы разобраться, чтобы дать им возможность поговорить, узнать мнение, может быть, чтобы они договорились, мы костно делаем эту медиацию, в принципе. И если сторона, в принципе, не хочет пойти к компромиссу, может быть, она считает, что в том суда она выиграет или заплатит меньше убытки или денег, чем просит истец, то ясно, что ни юрист, ни адвокат, ни медиатор не решит этот вопрос, это уже только суд. В том решении окончательно ставить точку, кто прав или никто не прав, и кто кому сколько должен. Я еще хотел отметить еще один нюанс, который мне интересен в новом законе медиации, о том, что медиатором может быть только лицо, которое является лицензиатом, но не указано конкретно лицензиатом в какой области, право, психологии или в медицине, я не знаю, а это очень, в принципе, важно, и думаю, что это упущение законодателя, поскольку медиатором может быть только человек, который имеет лицензию и в праве закончить юридическое образование, и в психологии. Если он имеет или правовое образование, или только психологическое, он может быть, по моему мнению, очень хорошим медиатором. Объясню почему. Например, у нас, если у юридического образования есть, там была психология, но там изучаются в общем определенные моменты по разным степеням, а именно по пути разрешения спора, путем убеждения, путем переговоров, это у нас в университетах сильно не изучают. Если человек, который окончил университет, интересуется этими знаниями, он сам может изучить, почитать, покупать определенные книжки. То есть у юриста не хватает, может быть, определенные психологические образования, чтобы быть успешным медиатором. А если взять, например, медиатора-психолога, то я не вижу, как он сможет очень хорошо делать медиацию в тех областях, в которых обязательно надо знать право, надо знать практику толкования, поскольку если приходит одна сторона. Могу примерить, например, если кто-то писал какую-то статью в журнале, и кто-то считает, что его дефоймировали, клевитация. Он хочет, например, чтобы кто-то просил прощения и платил ему моральный ущерб. И он идет к медиатору, который является психологом. А тот, не зная, например, различий между утверждением и мнением, который, согласно практике Европейского суда, в принципе, защищается статьей 10 Европейской конвенции, он не может убедить, например, листа, если он видит что-то мнение, что его требования к ответчику необоснованы, и даже если подаст иск в суд, тоже так будет. То есть ему не хватает достаточно юридического образования. Медиатор может делать по таким малозначительным делам, например, семейные какие-то дела, место, алименты, место жительства ребенка, по делам потребителям, кое-что. То есть по каким-то конкретным, серьезным делам, имущественным или коммерческим, медиатор, который не имеет и психологическое, и юридическое образование, то есть шансы минимальны. То есть стороны могут договариваться сами без юристов и без медиатора, или в самом худшем случае с помощью юристов и адвокатов, которые вот так, в принципе, практикуют. То есть закон должен, я думаю, быть изменен для того, чтобы точно написать лицензианта в какой образе. Оттого выходит, что ты даже закончил, не знаю, что, медицину, или, не знаю, ты хочешь заниматься медиаторией. Ну, занимаешься. Но какие результаты для тебя, для сторон процесса медиации? То есть я не вижу эффективности, в принципе. Здесь вы правы, я с вами согласен. Может быть, действительно, тут законодатель не учел эти моменты, и действительно образование не рассмотрел, и неправильно написал лицензиат, да, какой именно отрасли или какой области нет. Ну, а давайте мы с вами немножко прервемся на рекламу и вернемся к этому вопросу после рекламы. Уважаемые зрители, у нас на канале реклама. Ну что, уважаемые телезрители, мы возвращаемся в нашу студию для того, чтобы продолжить нашу беседу по поводу медиации. И вот, как мой коллега Виталий высказал мнение о том, что в законе четко не указано, какое образование должно быть у медиатора. У меня вопрос по этому, Виктор, к вам. Знаю, что по закону указано о том, что медиаторы проходят определенного рода курсы, и по окончании у них проходит аттестация. Действительно, закон не предусматривает, какое рода должно быть образование у медиатора. Вроде, с одной стороны, действительно, они должны быть психологами. Вроде, с другой стороны, они действительно должны знать закон. Да, может быть, пойти по пути о том, что он должен быть лицензиат, к примеру, психологии и магистр права, либо наоборот, лицензиат права и магистр психологии, где он изучит эти моменты. Все-таки, как это происходит у медиаторов, насколько у них обучение, причем, насколько я видел по закону, у нас сегодня медиаторы учатся довольно короткий срок деятельности. Как он может качественно оказать людям данную услугу? Я не соглашусь с высказыванием, которые были до сих пор, по поводу как раз лицензиатства в право или в психологии или в другое. Значит, практика мировая показывает, что медиатор не обязан, то есть нету нигде требований, чтобы обязательно медиатор был магистром права или магистром психологии, или психиатром, или не знаю кем. То есть закон утвердил, что должен иметь высшее образование. И на этом все. Значит, что означает курсы, которые он проходит? Являются курсы переподготовки в области медиации, в результате которых сдает один экзамен, потом еще второй экзамен в консилиум медиере. И на основании сданных экзаменов выдается аттестат на деятельность. Плюс, если желает перейти в деятельность профессиональную, он должен открыть или бюро, или по новому закону записаться в одну из ассоциаций по медиации. То есть мировая практика гласит о том, что нету таких требований ни у кого, именно четкие такие. Плюс, закон наоборот запрещает медиатору давать юридические консультации и там подобное. То есть чисто так, из моей практики, я понимаю, что да, медиатор, когда ты, допустим, проводишь медиацию экономического конфликта, то немножечко должен вообще-то понимать, о чем идет речь. А не просто, чтобы они не включили какие-нибудь, потому что также закон включает некоторые требования, что в транзакции не должно быть требования, которые противоречат другим законодательствам. Но одновременно закон гласит, что по заключению мирового соглашения, то есть по составлению, она не подписывается сразу, отдается сторонам, и они день-два консультируются с адвокатами, с нотариусами, с кем желают, чтобы увидели, что транзакция, которую они заключают, является требование и решение законное. Плюс, чтобы не получилось, что принимая это мировое соглашение между сторонами, которые не являются, может быть, и юристами, чтобы не получилось какие-то ошибки. И вот, если ушли на те дни, которые им дали на проверку и консультацию с другими, с другими сторонами, с адвокатами, нормально прошло, пришли, подписали это мировое соглашение, и все нормально. Нет, не было пока, из практики нету этих проблем. Вы хотите сказать, что мировое соглашение между странами составляет сам медиатор, да? Нет. Медиатор составляет на основе их предложений. Медиатору запрещено давать какие-то рекомендации или указания. Не говори мне как раз ни о рекомендациях, ни о указаниях. То есть, я как раз говорю сейчас о составлении, да? То есть, составляет сам договор, то есть, мировое соглашение, сам медиатор, да? Я так понимаю. Да, на основании тех предложений, которые они подали. Опять-таки, я обращаюсь к вам, Виталий. То есть, у нас получается опять двоякая ситуация, да? Медиатор составляет мировое соглашение даже без образования юридического, дает это сторонам на изучение, и они идут, консультируются с юристами, адвокатами, правильно оно составлено или нет. Нет ли здесь нонсенса, нет ли здесь казуса? Даже несмотря, что в мировой практике, может быть, нету таких требований, чтобы быть юристами, психологами. Я не изучил этот вопрос, именно посмотреть по мировой практике. Но для Молдовы это, я думаю, должно быть более-менее обязательно. Что означает? Как вы сказали, например, медиаторы закончат техникум, не политех, и он имеет лица медиатора. Приходят две стороны, которые тоже не имеют юридического образования. Я не представляю, что конкретно делают те стороны, она, если медиатор, не зная права, не может им предлагать или ориентировать их по правильному пути, как могли бы они решить свой спор. Надо понять, что в 99%, когда люди имеют спор между ними, они являются, в принципе, имущественным характером. Кто-то имеет какие-то претензии. Собратить долги или ущерб, или не знаю что. А для того, чтобы понять, кто из них прав, и медиатор сам должен знать законодательство. Даже для того, чтобы составить эту транзакцию, чтобы она не противоречила законодательству, как он может их составить, если он вообще не имеет... Очень просто. Образцы документов есть составленные в консилию медиатора. ...публикованных. В принципе, там идут проблемы и решения, которые добавляются за счет сторон. Нету никакой проблемы, какой... Да, но в принципе, если очень легкие такие дела, да, если стороны между ними договаривались, я просто имею в виду, что я, например, вижу хорошего медиатора, тот человек, который имеет более-менее, минимум 5 лет в юридической практике, пару лет в психологии. И кроме того, что он изучил психологию в университете, где я не знаю, если у нас в университетах так сильно учат какие-то курсы по переговорствам, профессионально, может быть, не просто так, какую-то теорию. Я не знаю, если есть у нас где-то. То есть человек имеет определенный опыт жизни и знания, он может иметь еще таким образом успех перед своими клиентами, то есть перед теми людьми, которые приходят на медиацию. А так, если я имею 22 года, закончил только что в университете, я являюсь лицензиатом, я могу пройти эти курсы 2 недели, через 22 года я могу быть медиатором. Качество медиации для меня непонятно. Может быть, я не знаю всем. А вот давайте мы зададим вопрос. Вот качество медиации, действительно, очень шикарный и хороший вопрос. Как проверяется качество медиации? Вот насколько, вот действительно, может же человек, 22 года, закончив, допустим, экономический факультет, да, прийти на курсы медиаторства, сдать все экзамены, ну, может быть, толковым, хорошим, почитать еще книжки, подготовиться, и осуществлять медиацию абсолютно незаконно. Почему я говорю абсолютно незаконно? Очень все просто. Медиатора выбирают стороны. Пришли, не понравилось. На любом этапе, если видят, что медиатор неадекватен, они имеют право прервать, уйти, и никаких проблем. За секундочку, здесь вопрос не об адекватности медиатора. У меня другой вопрос. Медиатор скачал вот эту вот форму мирового соглашения, выслушал стороны, внес туда, да, все предложения, они согласились, подписали, где-то что-то не исполнено, они приходят с этим мировым соглашением куда? В суд. И суд говорит, извините, но это мировое соглашение не подходит. Как квалификация в данном случае медиатора? Страдает, не страдает? Он оказал непрофессиональную услугу с точки зрения уже закона. Очень просто, опять же. Мы исходим из той практики, которая есть. Были ли случаи, в которые обратился кто-то, что неправильно медиатор ему сделал этот документ или нет? То есть моей практики не было. Хотя у меня были только в том году 4 медиации, именно экономическом, и в суде были, и позапрошлые годы тоже самое. То есть не просто, что вот эти были какие-то бумажки, бумажки, которые между собой две стороны, и все. А связанные с судами и с другими. Дальше у меня есть и опыт с экономическими судами. Я председатель патроната, и 7 лет до введения 2012 года, когда только адвокаты, я проводил, представлял интересы всех членов патроната в суде. То есть я знаю, и экономические, и гражданские, и это. Я все это прошел в практике. То есть мне, в принципе, легко, и нету этих проблем, которые, может быть, кто-то имеет среди тех молодых. Вы правильно говорите. У вас лично нет проблем. Но для этого есть и... То есть тот человек, который приходит к медиатору, он не должен смотреть, кто медиатор. В принципе, это очень легко проверить, если медиатор имеет свой сайт, там какие-то, чтобы видно было, имеет ли он вообще опыт жизни, там все вот эти качества, которые должны присуще минимум человеку, который должен кого-то провести медиацию. Если он считает, что недостаточно, я сказал, закон позволяет в любой момент, любому, или даже одному не понравится, я больше не буду, мне нравится вот эти... Вот как вы проводите медиацию. Все. Но опять вы говорите, вот видите, мы всегда, и вы относите это все к непосредственно самой медиации, во время проведения медиации, что он может отказаться. Я же говорю о последствиях, да? Вот медиация проведена... Такие же последствия может быть у адвоката, который плохо знает свои обязанности. Ведь никто же не приходит, адвокаты тоже выпускаются, и ему 21 год. Но никто не ставит под сомнение. Секундочку, нет, как раз ставит под сомнение. Потому что, чтобы стать адвокатом, вот он выпустился 21 год, он должен пройти минимум 2 года стажировки. После этой стажировки, которую он прошел, он должен сдать квалификационный экзамен. И если он его сдал, он только после этого может получить лицензию. То есть он минимум 2 года должен помимо университета еще обучиться. Правильно я говорю, коллега? Там 2 года, а не 2 недели. Вот, я о чем и говорю. Да, но курсы проходит уже человек, который имеет высшее образование. Это первое. И второе, в принципе, ошибки, которые могут произойти из-за медиатора, вообще-то не, будем говорить, такие нулевые, в сравнении с теми ошибками, которые может допустить адвокат. Я все с вами согласен. То есть тут, в принципе, это соглашение между двумя сторонами, которые, в принципе, даже если и тот медиатор, который проводит, не имеет юридического образования, не является, ну, тот же вот долг, да? Ну, что-то можно ошибиться, если одна сторона должна другому, допустим, тысячу лей. Ну, вот он или тысячу лей сказал, и забуду об этих процентах, как правило, когда приходят к соглашению, то часть, ну, каждый из сторон методом переговоров приходит к какому-то консенсу. То есть какая-то сторона что-то оставляет, вторая в итоге, чтобы прийти к этому консенсу. И я не представляю, что может накуролезить этот медиатор. Вот какое-то дело такое, ну, очень сложное. Вы вот сказали про долг. Да, согласен. В долге, где понятно, что есть тысячи лей, один должен другому, он должен ее вернуть. Все, здесь как бы все просто. Если это идет семейный спор, там, нет имущества раздела, имущества раздела ребенка. Да, что касается семейных споров, это очень сложно. Или где-то там связано с детьми. Да, но это очень просто. Я, если ко мне обращаются, я вам говорю, что обратитесь к медиатору, который является психологом. Потому что, во-первых, они очень тяжелые эти случаи. И, как правило, ну, если ты не работал с детьми, допустим, вот как эти, есть профессоры, тоже учителя, которые имеют, ну, большой опыт с детьми и все остальное. То, естественно, я просто говорю, что я не смогу, потому что один из критерий медиатора, когда к тебе обращается клиент, ты должен оценить. Вообще, ты справишься с этим делом? Если ты считаешь, что не справишься, вообще не берешься, говоришь, ой, извините, но я этим, это не смогу вам провести качественно, поэтому обратитесь вот к медиаторам, которые имеют образование. Я могу даже направить к такому медиатору, который имеет психологическое. Или это, если понадобится, там какое-то другое, вот именно образование, если это какой-то узконаправленный конфликт. Вот скажите, пожалуйста, если все-таки вы провели медиацию, ну, не лично, вы, скажем, медиатор, провели медиацию, он провел медиацию, и вот он скачал вот это мировое соглашение, как вы говорите, есть на сайте, можно получить, без вопросов, туда еще добавить предложение. Вы же сами понимаете, те предложения, которые высказывают стороны, как коллега мой правильно сказал, они, будучи тоже не юристами, могут говорить какие угодно предложения, которые могут не соответствовать тем законам, которые есть. И все-таки медиатор нарушил свои права. Куда обращаться должен человек, для того, чтобы он мог пожаловаться на этого медиатора, на его действия? Есть у нас консилие медиатора. Во-первых, я не слышал таких случаев. Оно может быть. Сегодня вы не слышали, а завтра он появится. Проблема в том, что мы собрались разъяснить людям, что такое медиация, а получается, что мы ее здесь пришли, чтобы хоронить. Нет, мы ее не хороним. Мы как раз пытаемся объяснить. Вот нарушили права медиации. Куда обращаться на граждане? Есть консилие медиатора, где можно обратиться. Если он нарушил вопрос конфиденциальности, нейтральности и т.д. То может обратиться там. И при законе предусматриваются разные наказания для медиаторов. Там в зависимости от... То есть есть консилиум, который есть орган, которым можно обратиться в любой момент. Что касается... В прошлый раз сказали, что нет разницы между адвокатом и медиатором в случае по мировому соглашению и нет смысла обращаться к нему. Я вам сейчас под цифрами скажу, что есть смысл. Давайте возьмем вот такой иск, в котором более 1,6 млн. лей. То есть автоматически мы переходим 3%, это 50 тысяч такс-адистат, госпошлины, да? 50 тысяч. Самая большая такса у меня по медиации это 6 тысяч лей. Если провели соглашение, мировое соглашение у меня, заплатили всего лишь 6 тысяч. И пошли туда, не платят никакой госпошлины, вообще никакой, и утвердили это, и пошло утверждение в этом. Смотрите, 50 тысяч госпошлина, это только госпошлина. Дальше адвокаты и все остальное, прибавьте сюда, какая сумма, и все, лишь 6 тысяч заплатили. Берем другой вариант, не прошла медиация. Вот пришли, заплатили деньги, опять же, то есть плата медиата не зависит от результата. То есть это, как и у адвоката, взял дело, может выиграть, может и не выиграет. При том, что всегда говорится, адвокат тем более может сказать, что беря документы, которые есть в суде, это всегда может сказать, оценить даже, сказать, что вот смотри, здесь ты нарушил, ты нарушил, здесь они, там можно вот так. То есть если взять, то частично ты здесь, ты вон там, но приблизительно может сказать, чтобы он знал вообще-то последствия, которые мы... Но может быть и другое. То есть принцип, практика показывает иногда и вообще другие результаты. У медиатора, допустим, пришли и не пришли к консенсусу. Заплатил 6 тысяч. Беря протокол об незавершении мировым соглашением и идя в первую инстанцию, то в соответствии с этим законом госпошлина уменьшается на 25%. Это 12 с половиной тысяч лет. То есть он, во всяком случае, уже 6 с половиной тысяч еще сэкономил. Вот вам по цифре. Вот скажите, у меня вопрос как раз по поводу госпошлин. Как вы правильно говорят, по первой инстанции действительно экономить, но потом же есть апелляционная и высшесудебная, где опять-таки госпошлины, наверное, существуют и они должны идти. Не, в зависимости от того, какое дело. Все равно. Дайте мы ответим, да. Так вот, как в этом случае поступать? Я хочу сказать, что, во-первых, не все стороны, не хотят встречаться с медиатором. Например, я имею определенные претензии к кому-то. Я ему говорю, давайте пойдем к медиатору. Он скажет, извини, я не хочу с тобой общаться или я встречусь только в суде. Если обе стороны готовы прийти к медиатору, это очень хорошо. Но в этом случае даже 6 тысяч лея каждый захочет сэкономить. Они могут сами, в принципе, договариваться, чем прийти за ручку и идем к медиатору. Им что мешает поговорить между ними, заключить сами между ними акт сверки или какое-то мировое соглашение. Окей. И они пошли к медиатору. Раньше мой коллега говорил, что если ему что-то не нравится, он может отказаться от медиатора. Да, он может отказаться, но вы взяли с него деньги. И он заплатил вам определенные тысячи. То есть, вы с ним работали месяц, он в определенный момент скажет, что вы неадекватны. То есть, не вы, но медиатор неадекватный. И попросит, захочет с вами расстроить отношения. И я думаю, что он и захочет вернуть деньги. А вы не сможете ему вернуть деньги, поскольку вы работали, вы добросовестно использовали обязательства. Вот возник определенный спор. После того, как вы, амедиата, три месяца, в принципе, с ним ввели переговоры, стороны не вникли, то есть, не заключили мировое соглашение. Вот вы говорите, да, он минимум 6 тысяч лей сэкономим. Он 6 тысяч лей сэкономим и дистец. Но он дал возможность отвечу. Все бонули, чтобы он их мог продать, и укрыть, и так далее. И когда истец обратится в суд, может случиться так, что, естественно, сможет исполнить вообще судебное решение. То есть, ему иногда и невыгодно сэкономить 6 тысяч, а потом подать иск в суд через месяц-два, когда у них не... То есть, вы хотите сказать, что растягивая эти три месяца ответчик, да, умный ответчик, да, может спокойно обратиться, сказать, давай идем к медиатору, специально тянуть время, заплатить даже те 6 тысяч лей, просто чтобы укрыть все, и не заплатить потом никому ничего не платить. А потом он укрывает за это время все имущество, передает, перерегистрирует все. И когда он тянет время, недобросовестный ответчик, а потом скажет, вот я не согласен с твоим предложением, подай на меня в суд. Ответчик считает по калькулятору, да, я сэкономил сейчас 6 тысяч лей, не буду платить 50 тысяч, а буду платить только 44, то есть минимум 6 тысяч, которые он, сэкономим, 6 тысяч заплатил медиатору, а уже... Но подвески к суду, а я кажется, что ответчик вообще там уже не живет, не работает, нет никакого имущества, и он проиграл. А если он сразу бы обратился к юристу или к адвокату, и он, в принципе, юрист мог бы или позвонить, или направить быстро претензию, дать ему пару дней, и если он не реагирует, подает, и в суд просит, чтобы приняли обеспечительные меры, и в этом случае, даже если он заплатил чуть больше денег на госпошту, он потом сможет их вернуть. Кроме этого, даже у него, если нет денег достаточно, он может в суд просить, чтобы его... суд уменьшил размер той госпошлины, или вообще освобождал от уплаты госпошлины даже юридического лица по причине трудного материального положения предприятия. Есть право на доступ к суду, гарантирован ст. 6, часть 1 Европейской конвенции. Еще один момент, который я не согласен с моим коллегами, это тот факт, он раньше говорил, что даже если между сторонами какие-то моменты не до конца решены, то... а часть только решена в медиар, то он может обратиться в суд. А может быть, вот та часть, которая не решена, она самая главная. Или из-за того, что та часть не решена, а первая часть решена, он уже имеет определенные юридические проблемы решать вторую часть. А у юриста, если я уже понимаю, в принципе, глобально проблему клиентов и их, что они хотят друг от друга, возможно, сразу решить глобально все проблемы в одном мировом соглашении или через суд. Согласен. И не доходя до того, что я разделяю их проблемы по кусочкам. То есть, здесь нюансы есть очень многие, и поэтому даже любой уважающий себя медиатор, даже если здесь в законе написано, что он должен иметь юридическое образование, он пойдет и закончит юридическое, и кроме этого еще сделает минимум хоть бы магистратуру по психологии, чтобы иметь минимум знаний достаточно для того, чтобы он качественно работал. Что за эти курсы 2-3 недели, которые те медиаторы проходят? Да, там определенные, да, кое-что они учат, но там более-менее теория, а им надо практику, практику убеждения. У нас вообще в Молдове, почему у нас страна очень мало, в принципе, со своими партнерами мало добивается, поскольку у нас нету, не знаю, какого-то департамента или госструктуры, частной структуры, которая имела бы профессиональных переговорщиков, которые знали бы хорошо право психологию, НЛП, гипноз, определенные энергические практики, которые можно влиять дистанционно на человека, можно влиять даже вообще в живом общении, для того, чтобы достигнуть определенных результатов. В некоторых странах есть определенные структуры, которые имеют такие профессиональные переговорщики, которые участвуют в разных переговорщах между фирмами, между юридическими лицами и физическими, и которые своими знаниями определенными могут влиять на сознание сторон, для того, чтобы выйти к ним на консенсус. Вот это я вижу профессиональный медиатор, который знает и право, и психологию, он знает гипноз, и НЛП, и энергические практики, и может по разным техникам, может, в принципе, ну, соблюдая закон, в принципе, нормы морали, и этики, ясно, чтобы дать каким-то образом убедить стороны, чтобы они договаривались. А если мы чисто рассматриваем медиацию, что медиатор не обязан давать юридические советы, он не обязан вмешиваться в разговоры сторон, он просто выходит, что он как будто только свидетель разговора между двумя лицами, которые имеют споры между ними, он просто только в конце записывает общие решения. То есть я не вижу в принципе тогда эффективность медиации вообще нулевая или очень малая, поэтому не будем ждать тот факт, что цель закона, который была при принятии, чтобы уменьшить разгрузить эти суды, будет достигнута очень скоро. Ведь главная проблема всех, которые судятся в Молдове, в принципе, это все хотят быстрые решения, быстрые и качественные решения. А судьи не могут давать быстрые и качественные решения, поскольку это по объему тех дел, сложностей дел, там надо очень много работы и так далее. Поэтому качество может быть, когда меньше дел, и тогда суд имеет больше времени подготовиться, изучить судебную практику, закон, материалы, дела, чтобы он писал решение не на пару страниц, а писал на 30, 40, 50, 100 страниц, как пишется в европейском суде, в других европейских судах. А так, если у них очень много дел, то поэтому не рассматривают как на конвейер, быстро-быстро-быстро, и вероятность судебных ошибок очень большая. В этом случае, если рассматривать медиацию как друг судей, то есть судебной системы вообще, как друзья судебной системы, что они разгружают, то я не вижу на сегодняшний день, как я понимаю, медиацию и практику работы в медиацию каких-то хороших результатов для судебной системы. Может быть, определенные каких-то малозначительных дел, или где люди более-менее в принципе считают, что они больше заплатят юристам или адвокатам и не будут судиться, могут где-то еще договариваться при медиаторстве. А если говорить о каких-то сложных юридических делах, где есть, например, даже в семейной, жена хочет, например, разделить имущество, муж говорит, что имущество не общее, оно было куплено ему из одолженных денег, то есть возник спор. Как бы, если рассмотреть тот факт, что медиатор просто дает комнату и хорошее слово для того, чтобы они говорили, в сторону очень мало вероятно, что дойдут до какого-то консенсуса, поскольку они не знают хорошо законы и практики применения, естественно, будет тянуть на себя, отвечать на себя. И если медиатор не имеет права давать им совет и так далее, то медиация это не будет. Хорошо, я вас понял. У меня короткий вопрос для вас. Вот коллега сказал, какие проблемы и как он видит разрешение судебной системы, чтобы она лучше работала. Как вы думаете, действительно, а если медиаторам по закону ввести о том, чтобы они были переговорщиками, чтобы их обучить праву 2-3 недели, не улучшится ли качество медиации, мы сейчас не говорим о том, что вы плохо оказываете, не улучшится ли качество медиации и не пойдет ли больше народа к вам и не будет ли к вам больше обращений при этом? Нет, понимаете, закон как раз и говорит, что медиатор это не переговорщик, не арбитр, а он больше, как вы сказали, является тем свидетелем, который фиксирует все те условия, которые они между собой пришли и заключили в этом медиацию соглашение. Второй вопрос. Не надо обобщать все самые главные проблемы, только допустим, чтобы не решиться медиатор. у каждого есть свои клиенты и те люди, которые допустим конфликтующие стороны знают друг друга, ведь бизнес, как правило, экономический, это два партнера, которые работают годами. Я не говорю о тех аферистах, которые сделал однодневку и убежал, да, там без адвоката делать нечего, но есть партнеры работают, вот у меня был случай, когда импортер является эксклюзивным, тот, который у него берет, является эксклюзивным, тоже, два предпринимателя, которые практически являются, допустим, монополистами, судили, 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 задолбались. Лет 5 они судились. Пришли к медиатору, заключили, в итоге пришли к консенсу, потому что, во-первых, они поняли, что, ну что толку, они придут, в конце останутся врагами, а дальше-то все равно надо работать. То есть, и таких случаев, это, это как частный случай, а таких случаев очень много. И, если взять, да, к медиаторам очень мало обращаются на данном этапе, но, те предприниматели, которые являются добросовестными, и, одно из условий является, что обе стороны хотят, что, может быть, какой-то из сторон имеет и какой-то дальний прицел, чтобы там затянуть время и все остальное. И еще момент. Самая большая медиация длилась два месяца. Это пять встреч было. Если взять вместе, там часов в 12. А так, вообще-то, от часу до восьми часов. То есть, это не является оттягиванием. Когда эти стороны желают, то эта медиация очень быстро заканчивается. Вообще, они знают, о чем хотят договориться. Люди, когда уже готовы к тому, чтобы прийти к медиатору, там не надо быть, я не знаю, таким вот великим гением. Тем более, гипнозы, вообще запрещено. Если я начну гипноз, они потом выйдут из гипноза, точно возьмут соглашение медиации и придут ко мне разбираться. Согласен. Ну что ж, уважаемые зрители, я надеюсь, мы вам раскрыли немножко скобки. Да, где-то, может быть, мы перегибали палку, обсуждая медиацию, но мы говорили, что есть на сегодняшний день, как предвидит этот закон. И все-таки мы хотели бы, чтобы действительно медиация существовала в Республике Молдова. этот закон правильный и нужный нам. И мы бы хотели, чтобы медиация все-таки действительно стала тем помощником, тем другом судебной системы, которая у нас сегодня существует. И действительно, наши суды начали бы при помощи медиации работать намного качественнее и вносить намного лучше средства. спасибо вам за внимание. Это была программа «Главная». Я хочу поблагодарить наших гостей. Спасибо вам за то, что вы присутствовали у нас и пообщались столь живо и хорошо. Мы вам желаем хорошего вечера, всего наилучшего, до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова